Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами эти два дня. Спасибо всем, кто с нами уже два года. И спасибо тем, кто в белорусском движении уже годы и десятилетия. Я понимаю, что наши нынешние шаги были бы невозможны без того, что вы сделали задолго до 2020 года. Я согласна, что уже сказано много слов, и поэтому я перейду к делу. Итак, по итогам вчерашних дискуссий и общественного мнения, я приняла решение создать Объединенный Переходный Кабинет. Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главной цели. Защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь. Представлять национальные интересы Беларуси. Осуществить фактическую деоккупацию нашей страны. Восстановить конституционный законность и порядок. Разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти. Обеспечить транзит власти от диктатуры и демократии. И создать условия для проведения честных и свободных выборов. Разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен Беларуси. И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные. По правилам демократии и прозрачности, все кандидаты в кабинет должны пройти одобрение представительного органа. И я рассчитываю здесь на координационный совет. Но идет война. Наша страна под угрозой утраты суверенитета. И я согласна с Павл Палычем, время действовать. Поэтому первые ключевые кандидатуры я назначаю сейчас сроком на 6 месяцев для последующего согласования их с будущим представительным органом. И я рада объявить первых людей, которые готовы работать, усилить кабинет. И я хотела бы пригласить их на сцену. Павел Латушка, представитель Кабинета по транзиту власти. Александр Азаров, представитель Кабинета по восстановлению правопорядка. Валерий Ковалевский, представитель Кабинета по иностранным делам. И самое главное приобретение нашего движения. И большая честь озвучить этого человека как часть команды. Валерий Сахащик, представитель Кабинета. Представитель Кабинета по обороне и национальной безопасности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь это наша общая команда. В случае моего отсутствия, моими заместителями будут Павел Латушка и Валерий Ковалевский. Также в кабинете должны появиться представители по социальной политике, по экономике и финансам, по национальному возрождению. Кабинет может и будет расширяться. Мы не можем ждать, когда команда будет собрана полностью и поэтому начинаем работу уже сейчас. Но нам нужны еще представители, менеджеры, коммуникаторы. Поэтому присоединяйтесь к работе. Все наши контакты открыты, используйте их. И я согласна сегодняшним комментариям Юлии Мицкевич и всей критикой, прозвучавшей в последние дни. И кабинету, и нашему движению в целом нужно больше женских голосов. И, дорогие белорусские, я надеюсь на вашу инициативу. Именно благодаря женщинам стали возможны перемены. Сейчас я попрошу каждого на этой сцене сказать свое слово и кратко раскрыть, чем вы будете заниматься в кабинете. Первым прошу, Павел Павлович. Спасибо. Сегодня, когда незалежность нашей краины находится под погрозой. Сегодня, когда иснование белорусской нации находится под погрозой изнишения. Мы должны объединиться и делать все, чтобы не допустить этого. Мы сказали, что неводная команда самостоинно не устанет достигнуть той меты, в которую поверили большинство белорусов. Потому что мы не оппозиция, мы большинство, нас большинство. Мы не устанем по одному. Али мы сможем, сдолеем, разом. Бо мы верим, можем и переможем. Я хотел бы сказать, что в рамках кабинета буду отказывать за пытание транзиту. Пытание узмасснение тиску на нелегитимный режим Лукашенко. Выкористание усих махчимых юридичных, экономичных, персональных ресурсов для того, каб забеспечить тотальный тиск на гэтый режим и досягнуть наши меты. Я хочу верить в тое, что нас подтримают большинство белорусов, большинство демократичных сил. И я спаються, что огучу огульное меркование. Дзверы отчинены до каждого, кто готовы своей думкой, али передусим справой, допомогчи у реализации нашей меты. Бо наша мета – это одновление закона и конституции, это принятие новой конституции, это демократия и свобода, это правы человека, али наша мета – это наша держава, якая у кожного у сердца, и она у сердца моим, у моей души. И я не могу здрадить своей родной Беларуси. Жыве, Беларусь! Дякую. Александр Азаров. Спасибо за доверие. Я не такой прекрасный оратор, как Павел Латушка, и вообще работал в МВД оратором не был никогда. Поэтому моя речь, наверное, будет выглядеть не так. Спасибо за доверие еще раз. Создание кабинета – это была наша идея Байпола на протяжении последних, наверное, 6-7 месяцев. Мы с этим предложением постоянно обращались в штаб. Единственное, с какой целью мы сюда приехали, именно мы ожидали создания кабинета. Нам неинтересно посещение конференций, других семинаров и различных мероприятий. Нам нужны действия, чем мы и занимались. Мы год назад больше даже объявили план. Нам не нужно было получить согласие или еще что-то. Мы сами собрались в Варшаве, разработали план, придумали и работали по нему целенаправленно. Нам не нужно было финансирование. Мы не ходили просили денег, как вот другие говорят, нам нужно распределить ресурсы и включите меня. Мы сами находили финансирование, и мы работаем. Нам не нужно ничего согласия. Мы работаем на благо Белоруссии и белорусов. Мы хотим вернуться назад. Мы хотим победить этот режим. Поэтому я надеюсь, что назначение на эту посаду принесет пользу прежде всего Белоруссии. Не мне лично, а Белоруссии. И вот в свою работу я вижу у нас, я представитель по правопорядку, так, по восстановлению правопорядка. Это как раз основная цель нашего плана Перамова. И мы будем дальше работать. Я думаю, что мы будем объединять ресурсы, силы, средства с другими организациями. Значит, с Валерием плотно очень будем работать, потому что у нас, в принципе, соприкасаются сферы деятельности. Вот мы распределим обязанности. Еще нет обязанности распределения сфер. Вот эта работа предстоит. Но мы будем работать на благо Белоруссии. И я думаю, что мы победим. Живе Беларусь! Валерий Ковалевский, пожалуйста. Добрый день всем. Валерий Ковалевский, я думаю, что мы победили на благо Беларуссии. Валерий Ковалевский, я думаю, что мы победили на благо Беларуссии. Валерий Ковалевский, я думаю, что мы победили на благо Беларуссии. Мы победили на благо Беларуссии. Мы победили на благо Беларуссии. Будут дяшны за годы. Дякую вам. Жыве Беларусь! И Валерий Сахайщик, прошу вас. Дорогие организаторы мероприятия, дорогие участники, дорогие соотечественники, живущие как в Республике Беларусь, так и во всех странах мира. Дорогие белорусы, которые сейчас носят погоны различных силовых структур Республики Беларусь, и белорусы, работающие в органах государственного управления Республики Беларусь. Я очень хотел бы, чтобы по возможности послушали все. Очень надеюсь, что эти несколько минут, которые будут говорить, не будут потрачены вами напрасно, и вы получите какую-то полезную для себя информацию. В начале, поскольку я начинаю какой-то новый для себя путь в политике, можно сказать, я хотел бы сделать несколько официальных заявлений. Первое. Я никогда не интересовался политикой, никогда не мечтал о карьере политика. Я думаю, как и подавляющее большинство, стоящих рядом со мной и присутствующих в зале. Не мы виноваты в том, что в нашей стране произошли события, на которые мы, будучи людьми порядочными, среагировали не так, как этого ожидала от нас власть. Не мы произвели этот раскол в обществе, ну и не по своей инициативе мы сказались за пределами Родины. Что касается моего личного видения политического устройства Республики Беларусь, то я вижу будущую свободную Беларусь однозначно как парламентскую республику, в которой будет четкое разделение ветвей власти, в которой будет эффективно работающая система сдержек противовесов, в которой будет отсутствовать какая бы то ни была монополия на средства массовой информации. Я считаю, что в нашей стране будущего не должно быть ни в коем случае ситуации, когда один человек решает много. Просто потому, что мы по своему географическому положению находимся на границе двух мировых систем с различным государственным устройством. И если будет ситуация, когда решает все один человек, у наших соседей с Востока и с Запада будет возникать соблазн перетянуть этого человека на свою сторону, и направить страну в какое-то выгодное кому-то русло, но может быть не всегда выгодное народу Беларуси. Я считаю, что нация беларусов является высоко культурной, высоко образованной, замечательной нацией, которая вполне в состоянии на принципах демократии решать все вопросы коллегиально и решать свою судьбу сообща. Если кто-то ожидает, что я начну формировать хунту и строить сценарии кровавого захвата власти, хочу сразу этих людей разочаровать, ничего подобного у меня в голове нет. Следующее. Следующее мое заявление. Я всегда являлся и являюсь на сегодняшний день законопослушным гражданином, который все вопросы решал и будет решать в правовом поле. На сегодняшний день в отношении меня возбуждено, в Республике Беларусь возбуждено несколько уголовных дел. Я общаюсь лично с руководителем следственной группы, неоднократно задавал ему вопрос, просьбу, чтобы мне предъявили какие-нибудь материалы дела, обвинения, что-нибудь на основании чего мою фотографию развесили на стендах, что меня там где-то разыскивают. К сожалению, ни устного ответа не услышал, никаких документов не получил. Тем не менее, в течение уже шести месяцев кошмарят бизнес, который имеет какую-то связь со мной, ну и пытаются опорочить мое честное имя в Республике Беларусь. Я думаю, что я сейчас не говорю ничего нового для присутствующих здесь и для огромного количества людей, которые сейчас находятся в тюрьмах, под следствием и так далее. Это совершенно стандартная ситуация для сегодняшней Беларуси. Просто я привожу этот пример, я выхожу с обращением к людям, которые сейчас занимаются государственным управлением. Надеюсь, что кто-то из них все-таки меня слушает. Если вы хотите понять, почему ваша система эффективно выполняет одну единственную вещь на сегодняшний день, это генерирует врагов, назначьте расследование объективное. Как вашим врагом стал сохранщик? И вы очень много поймете, почему совершенно нормальный патриот своей родины вдруг оказался на другой стороне баррикад. И тогда, может быть, появится у кого-то шанс изменить мировоззрение, внести какие-то коррективы в работу. И вообще у нас не дойдет до кровавого сценария, а гораздо раньше мы услышим друг друга и начнем какой-то переговорный процесс и поиск компромиссов. Ну и перехожу непосредственно к своим функциональным обязанностям, которые определены на сегодняшний день Светланы Георгиевной Тихановской. Тема совершенно новая для нас, мы достаточно мало имеем, но что-то мы уже имеем. Мы имеем несколько подразделений белорусов, которые воюют в Украине, воюют героически, замечательные парни, патриоты. Да, это не многочисленная армия, но кроме людей там мы еще успели обзавестись замечательной системой разведки, управления войсками и связи. Уже даже то, что мы имеем на сегодняшний день, опережает системы, стоящие на вооружении в Республике Беларусь на несколько поколений. Люди, которые управляют на сегодняшний день Беларусью, даже не представляют, как много белорусов, уехавших недавно из страны, уехавших очень давно из страны, живущих в Америке, в странах Европы, помогают нам. Айтишники, которые там, как кто-то думает, уехали с родины за длинным рублем, совершенно бесплатно разрабатывают для нас программное обеспечение. Например, совершенно бесплатно дорабатывают сейчас платформу по управлению войсками, даже может быть более современная она уже на сегодняшний день, чем то, что стоит на вооружении армии Америки. Потому что многие процессы по внесению развединформации, которая делается вручную, у нас автоматизируется. Мы кое-что уже имеем. Мы имеем поводы для оптимизма, пока скажем так осторожно. Мы имеем надежду. И если вы, мне очень много задавали вопрос журналисты, просто участники конференции, считаю ли я реальным силовое решение вопроса? Я считаю его реальным. Я бы очень хотел, чтобы до этого не дошло. Я буду предпринимать все усилия, чтобы не дошло до того, что беларус будет стрелять в беларуса. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Вместе с тем, если говорить вот так вот строго формально, да, реально создать силовой компонент с серьезным потенциалом, потенциал которого будет измеряться не количеством людей, а высокими современными технологиями, серьезными современными средствами поражения, то, что может успешно конкурировать с тем, что есть в сегодняшней Беларуси. Чтобы реализовать эту задачу, нам нужно сделать очень многое. Прежде всего, нужно иметь четко правовое поле, которое будет регламентировать нашу деятельность. И над этим нужно серьезно поработать. Я бы очень не хотел, чтобы кто бы то ни был из участников процесса оказался вне правового поля и имел какие-то либо негативные посредства для себя в будущем. Я буду стараться так сделать и надеюсь, что у меня это получится. Я, наверное, не буду сейчас делиться с вами планами, потому что все-таки большинство этих планов относится к категории не для всеобщего обсуждения. То, что можно обнародовать, мы будем обнародовать, мы будем стараться, чтобы легальная часть нашей работы была прозрачной. Будем публиковать информацию в наших социальных сетях, на сайте нашего движения, которое будет создан. Вместе с тем, прошу отнестись с пониманием и не задавать вопросов, которые могут навредить нашему делу. Я обращаюсь к журналистам, я очень уважаю вашу работу, но, наверное, в течение ближайших недель, ну, кроме того, что я сказал сейчас, особо ничего вам сказать не смогу. По мере того, как эта ситуация будет меняться, насколько это физически будет возможно, я буду с удовольствием с вами общаться. На этом, наверное, я заканчиваю свое обращение. Я хотел бы, учитывая огромное количество вопросов, которые было на сегодняшнем мероприятии, о Зеноне Станиславовиче Позняке, сообщить, что мы дважды встречались с ним в течение недели предстоящей форуму. Мы имели каждый раз многочасовую беседу. Зенон Станиславович ведет активную работу. Он на самом деле является, наверное, самым заслуженным человеком из всего нашего демократического движения по возрождению нашего национального движения, нашей нации, заслуги его, думаю, что неоценимы в этом плане. На сегодняшний день он горячо интересуется и участвует, и сам ведет активную работу. Есть какие-то причины, по которым он сюда посчитал для себя необходимым не приехать. Вместе с тем мы с ним договорились, что по возвращению с конференции я ему, сообщая обо всем, что произошло, я, в общем-то, думаю, что он и следит за ходом событий, и у нас с ним произошла договоренность. Ну, я ему сказал свое предположение, что белорусы перестанут ругаться, объединяться в одно целое, в одну силу. Он сказал, Валера, если это так, я с вами работаю в общей команде, решаем все задачи вместе. Я уверен, что так и будет, и больше вопросов не будет. Где Зенон Станиславович, почему нет с нами? Я уверен, что он с нами будет, и свой огромный опыт, свои знания он принесет в общую команду. для успеха общего дела. Спасибо за доверие, спасибо за внимание. Живе, Беларусь! Спасибо большое, команда. Самое главное, что после этой конференции мы продолжим и усилим нашу работу. До конца сентября мы продолжим формировать кабинет, и все представители опубликуют свои должностные обязанности. Следите за нашими новостями в социальных сетях, в них в самое ближайшее время появятся документы о целях, регламенте и структуре, а также о последующих шагах. Также продолжится и перезапуск Координационного Совета как представительного органа. В новый состав войдут политики и представители гражданских инициатив. Это делается для того, чтобы он стал главной площадкой для публичных дискуссий и выработки решений. Если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан, присоединяйтесь или делегируйте людей. Координационный Совет закончит подготовку к организации до 1 сентября. Во время конференции Оргкомитет, который состоит из членов Координационного Совета, НАУ, команды Бабарико, Байпол, Супротива, представителей партии и гражданского сектора, принял несколько важных документов. Это декларация о целях и ценностях нашего общего движения. Заявление в поддержку Украины и против антипольской кампании режима. А также этический кодекс демократических сил. Эти документы опубликованы на сайте конференции. Нам всем нужно учиться вести дискуссию. И поэтому я надеюсь, что каждый партнер сегодня или завтра подпишет этот документ. Также хочу обратиться к Павлу Либеру и его команде. Мы очень ждем запуска цифровой Беларуси осенью. И поможем сделать все, чтобы это не стало приложением только для диаспоры. А со своей стороны мы будем помогать, чтобы могли заработать цифровые ID. Конечно, мы не говорим сразу о паспортах. Это уже сегодня обсуждалось. Но нужно делать первые шаги в этом направлении. К октябрю мы расскажем, как может быть осуществлен план помощи от Евросоюза на 3 миллиарда. А также как и куда уходит западная помощь и как ее получить. К ноябрю мы представим концепции реформ экономики и законодательства, о которых говорила Анатолий Лебедько и наши экономисты. Также осенью пройдет форум белорусского бизнеса. В ближайшие месяцы мы сформируем Международный экономический совет Новой Беларуси, куда пригласим бывших глав правительства и лучших экономистов, чтобы вырабатывать решения, которые нужны Беларуси уже сейчас. Нас ждут напряженные месяцы работы. Впервые мы будем участвовать в Генассамблее ООН. Откроем представительства в Эстонии, Праге и Брюсселе. Помните, что нам необходимо удерживать Беларусь на повестке, иначе невозможно поддерживать ни политзаключенных, ни решать вопросы белорусов и создавать новые возможности, например, стипендии, программы реабилитации и стажировки. И в завершении я хочу сказать, что кабинет – это очень важный шаг. Но один факт его создания не решит все проблемы. Для этого нужно много и упорно работать. И слышать тех, кто сегодня писал нам, «Працуйте, але памятайте, что гэта вы робите в першую чергу делятых, кто у Беларуси. И я лишу, что гэта павинна быть нашим основным правилам». Дякую. Дякую паплешникам. Дякую удельникам. Дякую глядачам. Дякую крытыкам. Дякую нашим партнерам белорусским и международным, які допомогли гэта конференции отбыться. Дякую организационной и техничной команде, якая зарабила великую працу. Дякую нашим ведущим, модераторам, перокладчикам и волонтерам. Дякую усім вам. Жыве Беларусь! АПЛОДИСМЕНТЫ